Как прекрасна была бы жизнь, если бы у наших собеседников никогда не было скрытых мотивов, а коммуникация была бы честной и прозрачной. Но, увы, так бывает не всегда. Время от времени нам приходится иметь дело и с несговорчивыми близкими, и с настойчивыми друзьями, и даже с токсичными коллегами. Первый шаг на пути к истине — конечно, осознание этого. Ведь манипуляция всегда игра на наших чувствах и эмоциях. К сожалению, в современном мире манипуляция — это очень распространённые явления как среди молодёжи, так и людей постарше. Понятно, что уже люди такого более зрелого поколения опираются на некоторые иные ценности. И есть такая ценность, как искренность, как общение, как душевное общение. И поэтому, наверное, мы больше сейчас говорим про нашу молодёжь, про студентов. Манипуляторы, подобно иллюзионистам, заставляют нас верить в то, что им выгодно. Всех их объединяют важные черты, которые обличают любую манипуляцию. Когда знаешь, по какому принципу работают эти фокусы и обладаешь определёнными техниками, то защититься гораздо проще. Человек может преследовать различные цели. Они влияют на то, какие психологические приёмы он будет использовать для их достижения. Эксперты выделяют несколько видов. Среди них эмоциональная, денежная, развлекательная и даже воспитательная. Что же такое манипуляция и зачем человек делает? Мы манипуляцию рассматриваем как некое скрытое послание, когда человек говорит, например, одно, а что-то внутри у него по содержанию в мыслях остаётся. То есть как будто бы он затаился, как будто бы он хочет кем-то показаться, предположим, не тем, кем он является, когда нужно произвести впечатление, например, молодому человеку на девушку. То есть здесь есть такая сложность говорить о своей слабости, и человек демонстрирует, скажем, свою силу. Большинство людей полагают, что манипулятор — это плохой, агрессивно настроенный человек. Он обязательно озлоблен на весь мир и хамит окружающим. Однако это не совсем так. Если перед вами действительно мастистный манипулятор, он всегда будет выглядеть обманчиво-вежливым, демонстративно открытым и улыбчивым, ведь это ключевые его рычаги влияния. Именно поэтому в древности иллюстрация манипуляции двуличности, лицемерия, часто служила изображение античного бога — двуликого Януса. Здесь нужно в первую очередь доверять своим ощущениям, если у вас как бы есть такая калибровка, да, вы точно понимаете, что такое хорошо, а что такое плохо. Но если вы в своей системе ценностей еще не разобрались, да, то есть что такое хорошо и что такое плохо, и у вас нет ориентиров, тогда будет, конечно, сложно. Тогда, наверное, нужен специалист или старший человек, или наставник, или родители, которые могут вам отзеркалить ситуацию и показать, что вот здесь происходит такая-то история, будь осторожна или как-то, ну, вам показать это со стороны. Потому что если у тебя нет выстроенных ориентиров внутренних, да, ценностных, будет очень сложно не попасться в это. Если с описанием манипулятора и его техник воздействия все более-менее ясно, то с тем, как противостоять ему — нет. Специалисты рекомендуют обращаться к собеседнику по имени, чтобы расположить его к себе. Важно помнить об этом совете и отвечать на манипуляции с пользой для отношений. Когда вы грамотно реагируете на игру партнера, манипуляции дают отличный шанс укрепить связь и почувствовать себя лучше. Ангелина Михеева, Резида Каримова, Александр Антонов, Универ Новости.